В Самаре разгорается скандал, связанный с продажей спортивных объектов. Федерация независимых профсоюзов хочет избавиться от стадиона «Спартак» и крытых кортов. На их содержание нет средств. А сделка, говорят, в федерации предполагает в первую очередь поиск инвесторов. По такой же схеме в городе уже был продан один из стадионов. Но в результате спортсмены тренируются в арендованных помещениях. Андрей Волков разбирался в ситуации. Это бой серебряного плитера Олимпиады в Атланте Валерия Захаревича против двукратного чемпиона мира среди юниоров Павла Сухова. Поединки саблистов экстракласса, будни Самарской школы фехтования. Вот только тренируются выдающиеся мастера в чужих арендованных залах. Фехтование такой вид спорта, что постоянно нужно работать, постоянно работать тренером в зале. Здание фехтовального центра продали вместе со всем стадионом «Буревестник». Им владела областная федерация профсоюзов. Продать стадион она имела полное право. Вот только процедура принятия решения вызывает большие вопросы. Мы, в общем-то, и просили прокуратуру дать оценку именно в процедуре принятия решения. Когда 55 психически, возможно, здоровых людей, членов Совета Федерации профсоюзов, приняли решение за 40 миллионов рублей, а это цена дома на Волге, жилого, продать стадион в центре города Самары. Первоначально профсоюзы говорили, стадион сохранит свой спортивный профиль. Это не продажа, это поиск инвестора. Однако первый покупатель стадиона продал его другому, второй, третьему. И в мэрию поступила заявка на стройку совсем не стадиона. По стадиону «Овсник», насколько я помню, была заявка по размещению на данной территории, насколько я, по врагу офисного центра. Самарский профсоюзный лидер Евгений Егоров признает ошибку и говорит, его обманули. Я даже не знал. И для меня прошла первая информация в честь газету. Я думаю, что спорткомплекс, да, спорткомплекс. Они что-то там порыпались в какое-то другое. Наверное, тоже подумали, построишь спорткомплекс. А когда купится? Теперь поле буревестника зарастает бурьяном, а в спортзалах выбиты стекла. Горячую воду здесь отключали за неуплату. За это же на теннисных кортах отключили свет. Теперь юные спортсмены тренируются только пока солнце в зените. А свет в раздевалке душевые подается от бензинного генератора. Бензин для него тренеры покупают на свои деньги. Корты тоже профсоюзная собственность. Их арендует областная школа Олимпийского резерва. Из 145 миллионов рублей год бюджета половина уходит на аренду откровенной люди. У нас занимается 5 тысяч детей. Около 250 тренеров работают. Мы любому спортивному сооружению были в Арябе. Но в настоящий момент у нас ничего просто нет. В спартанских условиях за последние 5 лет здесь вырастили 5 чемпионов мира, 2 десятка чемпионов Европы, сотню чемпионов страны. Областное правительство предложило профсоюзам выкупить эти объекты по балансовой стоимости. За 8 миллионов рублей. Но они не согласились, считая, что эта стоимость, наверное, не соответствует тем их потребностям, которые они для себя определили. Альтернативы этим спортзалам в городе просто нет. Профсоюзы в этом вопросе практически монополисты. При этом содержать эти объекты они не могут, продать области не хотят. На этом фоне начались разговоры о поисках частного инвестора для теннисных кортов и комплекса «Спартак». Чем заканчиваются такие поиски, любой самарец может увидеть на примере стадиона «Буревестник». Амбарный замок на воротах и бурьян на легкотлетической дорожке. Еще один спортивный объект для города потерян. А новых просто нет. Андрей Волков, Василий Калдашов и Дмитрий Черкасов. Вести. Самара. Субтитры создавал DimaTorzok